Уважаемые жители города Волконеште, я предлагаю вам минуточку подождать для того, чтобы некоторые наши подписчики на наш сайт могли присоединиться к нам, для того, чтобы услышать нашу четкую позицию по некоторым вещам, которые происходят в последнее время в нашем городе. Мы видим, что очень многие уже подсоединились к нам. Некоторые наши читатели ждут того, чтобы мы могли объяснить свою позицию. И совсем скоро мы сейчас начнем. Если можно, я вкратце хочу сказать, какие вопросы мы будем рассматривать. Значит, первый вопрос, который сейчас мы с вами рассмотрим, это наша городская мусоросвалка. И второй вопрос, это наш вчерашний митинг, который был в парке Валей Афганцев по земле, которая была продана в частную собственность. Поэтому, с вашего разрешения, позвольте мне начать с первого вопроса о нашей мусоросвалке. Уважаемые жители города, конечно, также гости и все, кто нас смотрит. Значит, хочу пояснить следующее, что две недели тому назад у нас произошло первое возгорание, которое было на городской мусоросвалке. И практически в течение дня-двух оно было локализовано. Естественно, данная проблема, видать, кого-то она задела. Я хочу вам сказать, что в этой жизни никогда ничего не происходит, как говорится, просто так. Это получилось так, значит, кто-то заинтересовался данной проблемой и пошли поджоги. У нас было три поджога на мусоросвалке. После того, как был первый очаг локализован, еще три очага были возгорания, которые умышленно подожгли для того, чтобы, скажу прямо, травить наших людей. Естественно, это не способ и не метод для примарии или для МПЖКХ. Почему? Потому что наша городская мусоросвалка имеет общую площадь около 4 гектаров. И у нас есть возможность, куда спортировать данный мусор. И поджигать ее не было смысла никому, кроме как тем недоброжелателям, которые сделали это. И сделали это трижды. И поверьте мне, что после того, как они подожгли ее, начали вас же, как говорится, обрабатывать тем, что вот, видите ли, городские власти не могут справиться с проблемой. Мы и с этой проблемой справились, то есть эти три поджога мы справились. И в конечном итоге, когда уже практически все было локализовано, у нас появился четвертый очаг. Четвертый очаг это уже и лес, и естественно мусоросвалка, которая еще раз получается, что она возгорелась. Вы себе можете представить, что в лесу, возле городской мусоросвалки, была установлена установка из двух брусьев и третий брусь, который фиксировал сам скат, который подожгли. И вероятнее всего, этот фиксатор должны были сбить, этот скат катится полностью в мусоросвалку и на своем пути сжигает сухую траву. Но скорее всего, что у наших злоумышленников что-то пошло не так, и сам стопор они не смогли сбить, что-то их спугнуло. И естественно, они побежали вверх в лесопосадку. На это время наша команда МЧС, которая работает в городе Улканеште, в тот день работала целый день на городской мусоросвалке. 210 тонн воды было выброшено для того, чтобы локализовать полностью все очаги возгорания. И после прибытия на место дислокации, то есть пожарную часть, естественно, люди получают дополнительный звонок о том, что возгорается лес и очень срочно, очень быстро надо выехать на место. Что и сделали, естественно, команда МЧС. После появления МЧС в лесу, они находят эту конструкцию. Сразу после нашего эфира мы выложим данную конструкцию и как горит этот скат в комментарии. Пожалуйста, каждый из вас сможет убедиться, что на самом деле это было. И, естественно, на место была вызвана полиция, лесничество, примария. Я лично приехал на место и сам также убедился в том, что действительно была эта конструкция. И в метрах 50 от этой конструкции еще подожгли БУ, кресло, автомобильное кресло, которое также, естественно, после возгорания начинает гореть трава. Уважаемые жители города, конечно, я очень много звонков и обращений получил от вас. И, естественно, очень многие из вас поделились своими мыслями и сказали, что да, действительно, это сделано специально. Но я не знаю, для кого специально. Ведь это же не против меня получается. Это получается против тех жителей, которые живут у нас на тех улицах, которые после данного возгорания травятся этим дымом. Неужели вам это приносит удовольствие, что кто-то будет страдать? Ведь там есть и люди, и дети, и старики, которые страдают после того, как они дышат этим дымом. Мы не раз обращались письменно. У нас были статьи на примарийском сайте, которые просили, если у кого-то есть информация о данном возгорании, пожалуйста, предоставьте ее в правоохранительный орган. Мы, как примария, трижды вызывали службу 1.1.2. Все эти моменты зафиксированы. Правоохранительные органы работают в этом направлении. И я очень хочу, чтобы все-таки были выявлены эти люди. Внегласно, естественно, у нас появляется информация, что кому это выгодно. Естественно, один гражданин четко и прямо сказал, что это дело рук нашего депутата Народного собрания, господина Узун, который, естественно, это он не сам делает, но то окружение, которое он имеет, кстати, это же окружение такого же мышления, как и он сам, естественно, дает такого рода команды, которые исполняются после того, как они чувствуют, что нужна еще какая-то напряженность у нас в городе. Еще раз повторюсь, уважаемые жители города, ну, конечно, это все направлено против вас. Потому что, на самом деле, сегодня не важно, кто является примаром, есть проблема, которая сегодня существует. И данная проблема на сегодняшний день, она локализована. У нас было не одно заседание КЧС. Потом также на данную проблему и обратили и региональные власти, и госпожа Башкан дало указание помочь городу, конечно, с тушением. Было дано указание привлечь бульдозер, то есть тот бульдозер, который у нас есть, он работал у нас на городской мусоросвалке. На два дня был заказан еще один бульдозер, который работал. И в настоящее время, сегодня понедельник, примарея города, конечно, продлила маленький этот контракт еще на полдня для того, чтобы полностью локализовать все очаги возгорания. В настоящее время ни одного очага нет. Общее количество воды, которое было залито, более 700 тонн воды. Это за все это время, которое мы работали с локализацией данного очага. У нас есть, естественно, договора на то, чтобы мы оплатили из резервного фонда. Все это будет оплачено. Примарея города будет, конечно. Бульдозер на два дня был предоставлен региональными властями. Еще раз говорю за это огромное спасибо, потому что я не могу отрицать тот момент, что и региональные власти подключились к проблеме, которая была у нас, конечно. Не то, что мы не хотели обращаться в регион. Вы понимаете, что если бы не было поджогов, естественно, данная проблема в течение день-два она бы решилась. Но после этих поджогов, естественно, все эти дни у нас все... То есть этот график расширялся, расширялся. И каждый день мы видели результат того поджога и этот едкий дым, который был вечерами, а то и утром был направлен на городскую часть нашей территории. Ну вот, что могу пояснить по данному вопросу. В настоящее время очаг локализован, и я надеюсь, что наши злоумышленники все-таки успокоятся и увидели, что с этой проблемой все-таки мы справились. Общими усилиями мы справились. Хочу перейти ко второй проблеме. Ну, это не проблема, а это вопрос, который вчера обсуждался. Естественно, сразу приехали телеканалы, которые, как сказать, заинтересованы в том, чтобы показать с отрицательной точки зрения наш город. Значит, это продажа земельного участка, который был продан с аукциона. То есть полностью вся процедура была соблюдена. Начну сначала. Значит, наш город, конечно, не имел генерального плана развития до сих пор. В 2013 году, подчеркиваю, началась разработка данного генерального плана развития нашего города. В 2015 году мы уже получили на руки генеральный план. Я хочу, чтобы наш оператор немножко продемонстрировал. Пожалуйста, вот генеральный план нашего города. Это вот этот весь пакет документов. И в том числе и вот эта вот карта, на которой все расписано, что и как должно быть. Кроме этого, значит, при разработке данного генерального плана в 2013 году были проведены публичные слушания, куда были приглашены и общественность. В то время я был депутатом Народного собрания Гагузии. Я это очень хорошо помню. Я принимал участие в примарийском зале по разработке генерального плана нашего города. Но в то время я не знал, что я стану примаром. Поэтому для меня было интересно, что же все-таки будет запланировано и какое развитие наш город получит. После всего, значит, было в 2015 году, когда я приступил уже в должность примара, мы получаем генеральный план градостроительный нашего города. И мы сразу получаем решение городского совета. Это 8-12 от 21 декабря 2015 года. Вот, пожалуйста, я хочу продемонстрировать этот документ. И я хочу вам его зачитать. Значит, заседание специализированной комиссии по коммунальному хозяйству, градостроительству, промышленности, транспорту и связи от 2015-2012 года. Здесь, ну, в соответствии со статьями, здесь все указывается, какие статьи закона. Совет решил утвердить генеральный план города Вулканешта сроком на 15 лет в качестве основного определяющего документа осуществления политики, программы и проектов города Вулканешта. Значит, чуть-чуть более подробно расскажу. Значит, в этом документе полностью, полностью, еще раз подчеркиваю, расписано, что, где можно строить. То есть, в каких микрорайонах у нас предусмотрено строительство новых домов. В каких микрорайонах у нас предусмотрено развитие промышленной зоны. В каких микрорайонах предусмотрена зона отдыха. Поэтому городской совет должен был утвердить данный план, что было и сделано. То есть, следующее, обязать примара города Вулканешта регулярно информировать городской совет о ходе реализации проектов в рамках градостроительного плана и предоставлять на сайте данную документацию. Ответственным за осуществление генерального плана города является примар города. Контроль за исполнением данного решения возлагается на специализированную комиссию по коммунальному хозяйству, градостроительству, промышленности, транспорту и связи. Значит, очень прошу вас обратить внимание на пункт «Проголосовали». За данное решение проголосовало 22 советника городского совета, которые присутствовали на данной сессии. Я зачитаю эти фамилии. Тюлю Сергей, Чернив Валерий, Иоаннец Сергей, Филиппова Валентина и Кападжи Илья. То есть, за данное решение, которое было предложено, проголосовали 22 человека. Тюлю Сергей Константинович воздержался. Значит, объясню, почему. Я это заседание очень хорошо помню. Потому что в градостроительный план не предусмотрели включение строительства спортивного зала. Далее, далее, мы об этом говорили, говорили и не раз проводили заседание городского совета. И мы 8 месяцев не могли получить разрешение на строительство спортивного комплекса. Вы очень хорошо помните, кто был тормозом развития данного строительства. И я сейчас не хочу вдаваться в политические партии, потому что вчера на митинге нам четко заявили, что нет никакой политики. Но сразу, с первого же слова, все переросло в политику. Поэтому, вот данное решение, за которое проголосовало все, и данное решение было подписано Георгием Гавриловичем Терзи и секретарем примарии, которая на тот момент работала. Следующий документ, который у нас есть, это о рассмотрении заявления госпожи, которая подавала и регистрировалась на аукцион. Был проведен аукцион, и данное решение было заключено. То есть, рассмотрев заявление номер 568 о 24.07.2019, потому что это заявление было уже не первым госпожа, которая подала, проживающей по адресу город Вулканеште и адрес ее, и заключение архитектурной службы, согласованной со службами района по проведению проектных работ по строительству торгового павильона под кафе-кондитерскую. Еще раз подчеркиваю, кафе-кондитерская по адресу город Вулканеште, улица Фрунзе.